Друзья, всем большой привет! Сегодня будет у нас тест на станке GPT-30M7 И тест у нас будет очень важный, будем тестировать линзу 300х300 обычную и 300х300 OPEX Главная цель сравнения, во-первых, по рабочему полю возможно ли бить по краям так же одинаково, как и в центре Насколько будет происходить какие-то расхождения в процессе гравировки И будет очень важно проверить качество гравировки На самом деле здесь больше меня интересует стабильность по всему рабочему полю То есть как это будет происходить процесс Данную линзу уже настроил, тесты по клавиатуре делал, офигенно все работает, все круто отрабатывает В принципе, лучше, чем я ожидал, потому что предыдущее сравнение делал таких линз только на станках серии Rycus, по-моему, был Больше я их не тестировал отдельно, то есть на YouTube ничего не снимал Под какие-то свои цели и задачи работал на станке GPT-50LP То есть в целом линза довольно-таки интересная в этом плане Для работ эксплуатировать их, для работ конкретно черных, насыщенных, контрастных гравировок я не рекомендую Для каких-то глубоких гравировок я бы тоже их не использовал Но в целом сейчас интересно рассмотреть такой вариант, как же она себя будет вести практически по разным углам Стол у нас габаритный ограничен в размерах Будем тестировать на максимальных выносах То есть данный рабочий стол у нас составляет 22 см на 35 см То есть по краям мы отработаем, но вот касаемо по оси Y по краям сможем отработать только лишь с одной стороны Со всех сторон не проверим Выберу сейчас специально мелкий текст Настрою таким образом, что он гравировался, скажем, более или менее черным насыщенным цветом Ну, скажем так, стабильненько И его отгравируем просто в разных направлениях, с разными форматами Сделаю пометочки, в каких углах он маркировался И, соответственно, посмотрим на результат Сначала на одной линзе и потом проверим вторую линзу соответственно Выбрал данный текст неспроста То есть в данном случае мы используем молитву Она очень мелкая, очень детальная На сотой линзе делается без проблем На двухсотой линзе уже под вопросом Ну, скажем, делается, но мне не нравится она там детализация На трехсотой линзе, естественно, получить какой-то вариант детализации будет довольно-таки сложно Но мы этот процесс сейчас здесь проверим Заходим в заливку Заливку обычно делаю на одну сотую миллиметра Опять же, при увеличении габаритного рабочего поля Естественно, плотности, детализация будет конкретно здесь теряться Убираем галочку CrossHatch Ставим угол заливки 0 Плотность 1 сотая Маркиратор у нас будет 3 нулевой Нажимаем ОК Заливка прошла без проблем Скорость ставим Ну, давайте протестируем на небольшой скорости Скорость 120 Мощность поставим Ну, с компенсацией для 30-ти ваттного станка В районе 35-ти процентов я бы сделал Частота 37 Ну, давайте сделаем по-чернее 65 кГц при 200 То есть кипусе наносекунд 200 кГц Стартиси сделаем 140 Если будет слишком мелко, детально, то уже добавим туда, соответственно То есть чуть его убавим Полигон я оставляю, лазер оставляем как есть Ну, то есть все устраивает Первый тест образцовым и настраиваем Либо делаем в центре рабочего экрана, соответственно Чтобы понять вообще, ну, в действительности Насколько оно у нас получается Качественное, либо некачественное И потом, не меняя, соответственно, фокуса Начинаем уже растаскивать по краям, по углам Это будет сказать, что у нас два верхних угла То есть верхний правый Верхний левый обязательно В нижний, но на максималку я их растащу, конечно Посмотрим, что из этого выйдет вообще в целом Забери Забери печаль Не, вы это реально видели Это, ну, по крайней мере для меня сюрприз На самом деле Давайте на струнчика Блестит, бликует То есть в целом Надпись вся получилась Все хорошо, все четко, все детально Ну, прям тут докапываться не до чего Опять же мы тут не делаем там тесты На вгрызание в металл, на глубину, нарезку Все остальное То есть наша задача проверить Насколько будет стабильно гравировать При определенных параметрах То есть в данном случае справился вообще идеально, по-моему Сейчас запустим левый верх и правый верх Не надо меня, не жалей Ты не станешь, что ты мне милей Просто давай и не болей Просто давай и не болей Как детский Да мне уже все равно Вспоминаю, как была боль Но теперь просто смешно Все кредо двери растом, она для тебя любой Она помчалась подниматься в еще облаку Не ломалась, находила свой коронный кров В героине моя старых черно-белых стон Мой вкус поменял свой курс Есть плюс потерял твой пульс Точно не гружусь Знаешь, я держусь Ну в целом скажу свое мнение, что в принципе результат был ожидаемый То есть здесь не будет такого, что мы делаем, к примеру, молитву У нас получается огурец Естественно, есть, скажем так, визуальное отличие Это по контрастности То есть центральная часть, она более насыщенная, более контрастная На крайней уже, как говорится, выцвешившейся краски То есть, не знаю, ну, образно говоря, не хватает мощности, в принципе, дожигать эти моменты То есть есть свои косяки определенные Чтобы провести, в принципе, хороший тест Это надо делать решетки, квадратики, кубики Разные карты контрастности делать, то есть под разными мощностями их гравировать И тогда мы более-менее получим какой-то определенный результат Здесь просто наглядный момент, что, в принципе, все-таки при гравировке Даже при стабильных параметрах, скажем так, при обычных параметрах стабильных Мы получаем более насыщенные Ну и, соответственно, уже идет потеря фокусного расстояния Соответственно, уже немножко у нас идет потеря мощности на краях То есть, соответственно, есть какая-то определенная выпуклость у данной линзы По фокусному рабочему полю То есть, это просто поверхностно наглядный пример Скажу так, быстро, экономно и понятно То есть, что, ну, цена соответствует, в принципе, качеству На что и стоит обратить внимание Ну что, у нас следующий идет пациент линза 300х300 Линза специфическая Имеет кучу резьб дополнительных для работы с ней Вот, снимаем тест, ну, аналогичный с молитвой То есть, пометил там цифра 1 Вот, делаем тест, сразу процесс весь отсниму Вот, и уже сравним, в принципе, с первым вариантом Опять же, скажем так, это поверхностный тест Просто для обозначения того, что в действительности Есть расхождение по углам, либо, допустим, по краям Ну и с этим надо, опять же, не бороться К этому надо подойти к тому, что Это физиология самих линз Да, принято там, в ТЭТ, к примеру То, что в плоскости фокусируется Но есть своя некоторая особенность Не вернусь, я тебе клянусь Я тебя клянусь Лепко обнимал тебя, ты не поняла Дождь, что подарил тебе, ты не приняла Вот и вся любовь наломала дров Слишком много было, очень громких слов Поделюсь своим личным мнением Единственное, из-за полированной нержавики Сложно будет что-то разглядеть Есть, опять же, визуально глазом видно нюансы контрастности Допустим, центральной части Левой верхней и правой верхней части Они визуально отслеживаются Но, опять же, это все поверхностно Касаемо гравировки на линзе OPEX 300 на 300 Есть, конечно, плюсики огромные Потому что изначально сразу у нас эти вещи Гравировались уже контрастно И справа, и слева, и по центру Опять же, это видно визуально до глаза Я понимаю, что тест поверхностный Повторюсь еще раз Не надо там верить во все, что я сейчас говорю Потому что тест просто поверхностный Это быстрый тест Время, к сожалению, проводить какие-то подробные исследования Увы и ах, пока нет По-хорошему, мы сделаем, конечно, карту боковой мощности Карту контрастности То есть сделать по всему рабочему полю То есть на 300 на 300 Сделать аналогичные варианты На линзе, допустим, там Обычные, скажем, на OPEX На том же самом Пожечь на полной мощности На 30%, на 40% То есть на срыв, посмотрите, как это все будет работать То есть вот эти все моменты, конечно, было бы хорошо отработать То есть сделать гравилки Те же самых там кубиков, квадратиков То есть какие-то линейки определенные То есть чтобы примерно понимать, где у нас идет Скажем так, деформация фокусного расстояния Где у нас этот фокусное расстояние начинает То есть фокальное расстояние начинает разбегаться По-жесткому, допустим Смотрел эти вещи под микроскопом Вот только что буквально, честно скажу Разницы прям визуально особо нет Нет какого-то отличия на эти там что-то искажения Там криво, косо Вот опять же По мощности мы здесь не заметим эти моменты То есть где-то там сильнее воздействовало Где-то не сильнее воздействовало Но опять же под микроскопом Визуально видно, скажем, более или менее одинаково Вот Ну в целом Мое мнение, конечно, все-таки От OPEX, от 300-ки есть толк Вот Не скажу, что он прям Отличается от обычной там на 100% Ну в мое личное мнение Опять же это примерно где-то 10-12% Ну приблизительно, скажем так Отличие от OPEX То есть есть смысл за нее переплачивать Потому что просто даже визуально при гравировке Там право-верх Там либо лево-верхней части То есть у нас она была более-менее стабильна Опять же по горению по гравировке То есть стабильно Так же стабильно, как и центральная часть То есть в отличие от этой обычной линзы У нас здесь получается Центральная часть гравировала довольно-таки неплохо То есть все выглядело красиво Вот пошла правая уже пошла проседать Мощность была видно И по левой стороне тоже мощность проседала Хотя в принципе параметры не менял абсолютно никаким образом Вот такая вот ситуация Поэтому каждый уже решает сам для себя Нужен OPEX или не нужен OPEX Либо работать на обычной линзе Мое отношение вообще в целом к линзам 300 на 300 Только узконаправленные задачи Ни какие-то сверхсложные гравировки на металлах Я бы не использовал, не применял бы ни в коем случае Вот, поэтому тут уже думайте сами Касаемо гравировки клавиатуры Если вот такая ситуация происходит у нас на металле То на пластике будет то же самое Но у нас опять же задача гравировки на клавиатурах Снять только лишь поверхность лакокрасочную С самой кнопки и не более Но при этом думаю, что все-таки Вот эта тематика была бы, конечно, поинтереснее Стоит или не стоит переплачивать Уже решайте сами самостоятельно То есть принимайте для себя выводы Провести тесты может тоже каждый на своем слонке Сделать какой-то определенный для себя вывод, решение То есть, ну вот как-то так Ребят, думаю, видос будет полезен Для тех, кто в принципе собирается приобретать оборудование Поэтому, как всегда, от вас жирный, мощный лайк Естественно, если кто-то хочет сделать более подробные тесты данной линзы Допустим, опекса 300 на 300 Пишите, пока линза находится у меня Пока я никто ее не забрал Буду ли еще брать себе такую линзу Под большим вопросом Потому что цена у нее приличная Она чуть-чуть кусается для кармана Того, что она будет лежать просто без дела Я пока считаю, ну, в ней толку нет никакого Есть у меня, кстати, мысли приобрести себе Да уже, в принципе, что я приобрести-то заказал уже себе Станок GPT-100M7 То есть, именно мопа седьмого, скажем так, поколения Вот Возможно, что данная линза на ней На этой мопе будет работать адекватно То есть, она будет работать интересно В том плане, чтобы делать жетоны не по 6 штук Не по 18 штук, допустим Делать сразу, допустим, по 30 Или бы там 36 штук Делать жетонов за один проход То есть, зарядил большую плашку Поставил на гравировку И ушел, и забыл вообще про то, что там тут делается По сути, 10 раз поменял То есть, 36 по полторы Это где-то, ну, там, на 50 минут работы получается По сути, поставил плашку На час там ушел Через час вернулся, поменял И вот таких там за день, допустим Там 10 плашек поменял И получил уже готовый результат Все От вас, как всегда, вот такой вот Огромный жирный лайк По приобретению оборудования Телефончик будет в описании Касаемо платного контента для чайников Он есть То есть, можно уже обращаться Вот Касаемо каких-то информации Либо вопросов Пишите в комментариях Касаемо каких-то тем Раскрыть это тем Либо там более подробно Что-то объяснить, показать Ну, думаю, можно будет Вопрос только лишь к самому Где взять время свободное Чтобы этим заниматься Все, ребят Всем хорошего дня на встрече Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok